Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников предусмотрена ежемесячная выплата для студентов, обучающихся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Им положена сумма в размере тысячи рублей. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Администрация Самарского района рассказывает жителям, как бороться с шумными соседями. Санитарное законодательство устанавливает нормы шумового загрязнения, но только для постоянно действующих источников шума. В Роспотребнадзор можно и нужно направлять жалобы на шум инженерно-технологических коммуникаций. Например, шум отопительного оборудования, громкий лифт, работу вентиляции, шум холодильников общепита, пристроенного к жилому дому. Сначала сообщите о своем недовольстве компании или предпринимателю, который нарушает ваши права. В претензии укажите суть нарушений требований и срок устранения. На ответ дается 30 дней с момента ее получения. Жаловаться в Роспотребнадзор... Роспотребнадзор...